Добрый вечер. Добрый. Кать, читали на самом деле материалы, да, вот с Березой вы ездили, да, и вы там такие вот, как, вас же никто не знает, в большом очереди, да, это вот наши там едут, и мы ужасно боялись там за, там, не знаю, там Настя Станко поехала, там Наташа Гуменюк, когда были там, в Закутеповом там охотились, на форумах фотографии вешали его, все-таки как передать настроение в Крыму, вот если простым человеческим языком говорить, вот без всяких, там, без пафоса и всего остального. Настроение, которое сейчас, или настроение, которое были вот тогда? А вот и тогда, и сейчас, это очень важно, поскольку читаю разные материалы, самому-то в Крыму я вряд ли туда попаду, курортный сезон мне сорвали, не, ну там, что, меня не узнают, там, что ли, бандары назовут, и получу по башке, просто элементарно. Да, и в подвалы военкомата. Ну, изначально, когда мы туда только приехали, настроения были, ну, довольно агрессивные, то есть на вокзале сразу же встречали представителей самообороны, так называемой, и уже сразу как-то было очень напряженно. Ну, что они делают? Вы приезжаете в Крым, представители самообороны, они что, документы проверяют? Проверяют документы, могут попросить проверить вещи. На каком основании? На том основании, что их заинтересовала вот ваша личность, ваш рюкзак. Они документы предъявляют какие-то? Нет, они считают, что в этом нет необходимости. А кто эти люди? Вот это вот самооборона, так называемый, там, когда было видео казаков, которые сказали, да, мы с Кубани приехали месяц назад, ну, понятно. Да, ну, там есть, вот, в самооборону вообще входит несколько, там, категорий людей, в том числе это казаки, ну, крымские казаки, которые когда-то перепрыгались туда с Кубани, входят обычные люди, крымчане, и люди, которые приехали из России, специально для того, чтобы освобождать Крым от фашистов и защищать русских. Вот, постепенно, ну, в какой-то момент сама оборона стала называться Крымской армией Аксенова. Вот, люди за это стали получать официальные деньги. Как официальные? Ну, то есть как армия, да. От Аксенова? Лично? Ну, каким-то образом. Аксенов это гоблин, который? Ну, вы можете его называть так. Не, ну, это его, я так понимаю, криминальная кличка, там, об этом говорил не я, я это придумал. Именно он. Вот, и сейчас, я так понимаю, что армия, это не распущено, она действует, эти же люди продолжают охранять, как бы, город, ну, города крымские, да, и они там до сих пор присутствуют и имеют право, как бы, да, проверять людей. Нет, откуда они взялись все? То есть это призыв какой-то, я не знаю, самооборона Крыма? Да, был призыв. 23 февраля был, ну, как бы был оголошен, да, призыв в такую самооборону, и люди, ну, как мне рассказывали. 23 февраля, вот именно в этот день. Да, 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 да. И вот мне они рассказывали, как они пришли записываться в самооборону, а потом в Крымскую армию. Самовольно, то есть они... Образовательный уровень людей мне интересует тоже, крайне. А что вы смеетесь? Вот у нас полный парк тетушек был, как называемый тетушек, да, то есть я не был бы склонен, ну, их можно теперь топазиками называть. Топазиками, да. Ну, потому что топазами командовал. Понятно, это бандиты были в парке, в Мариинском. А эти кто? Ну, были, честно говоря, люди очень похожи на бандитов, это правда. То есть был какой-то криминалитет точно абсолютно, по отношению это чувствовалось. Вот, но и были вполне люди, которые умеют разговаривать, нормально говорить, объяснять свою точку зрения, что-то доказывать. Потом все эти люди, я их увидела, в принципе, на избирательных участках в качестве председателя комиссии или подчленов комиссии. Вот, то есть это просто вертушка, да. Это где-то название референдума, да? Да. А все-таки про референдум, если говорить серьезно, то я не могу понять. Вот Мустафа Джамилев говорит о том, что 34% пришло, 34%. А эти рапортует, что пришло 80%. А какая явка на самом деле была? Как ее можно как-то зафиксировать или на вскидку? Если, например, посчитать, что в Крыму там больше 2 миллионов населения, из них… Мы сейчас что-то делаем? Мы же страшную вещь делаем. Мы агента вероятного на будущее просто палим, что называется. Ладно, правильно. Да, то есть в Крыму проживает порядка 250 тысяч крымских татар и около 300 тысяч украинцев. То есть это практически четверть всего населения Крыма. И если мы говорим про явку 80%, то я очень сомневаюсь, что украинцы и крымские татары, в принципе, пришли на этот референдум. Я не думаю, что цифра 34 является истинной. Ну, я думаю, 50-60% всего была явка. И мы не знаем, сколько было испорчено бюллетеней. 56% кого? Граждан России. Ну, вы же пошли куда? С русским паспортом пошли. Ну, я пошла, да, с российским паспортом. Я знаю, что таких людей было много. Я знаю, что некоторые люди голосовали по нескольку раз, то есть не только я это делала. То есть мы так организовали карусель, решили ее проверить. Ну, и она работала, да. А как, ну, пришли вы с русским паспортом, вы говорите, вот я пришла голосовать. Заходи. Ну, да, говорите, пожалуйста, мы сейчас вас запишем в отдельный список, вы что, тут живете? Вот так, я думаю, происходило с остальными. То есть люди, которые приехали из России, вот еще до референдума, они получили какую-то временную регистрацию, прописку, а, возможно, даже и не получали. Возможно, они пришли еще до 8 часов, до открытия референдума, и проголосовали вот по этим дополнительным спискам. Мне кажется, было так. Ничего не понимаю. Ну, а дальше как вот жить там? Вот у людей там, кто не хочет там становиться гражданином России? Ну, вот сейчас этой проблемой занимается. Там есть инициативные группы, которые решили взять на себя такую ответственность, и тех украинцев, которые, ну, в общем-то, поддерживают Украину, да, как это непрадоксально звучит, они будут заниматься тем, чтобы помогать им юридически, потом какими-то средствами, для того, чтобы они могли, ну, более-менее комфортно там существовать, не выезжая за пределы Крыма. Потому что, естественно, все уехать оттуда не могут. Вот. То есть нужно решать вопрос, как оставить за собой гражданство, и не потерять недвижимость, потому что такие тоже истории ходят, про то, что могут просто взять и отобрать дом. То есть, ну, это пока слухи, и не знаю, насколько это правда. Вот. Ну, я надеюсь, что ситуация разрешится нормально для украинцев, потому что, ну, на самом деле, довольно страшно. Ну, даже для меня, то есть я столкнулась уже с рядом проблем, и пока что даже не знаю, как они могут решиться, поскольку у меня есть там недвижимость в Крыму. А вот правда о том, что паспорта, которые выдают, там прописка не крымская, то есть регистрация? Не могу подтверждать этот факт. Вы не видели, просто, собственно, глазами, поскольку можно там смотреть, ну, турбовек, можно в фотошопе нарисовать все, что угодно. Можно, конечно, да. Поэтому я не берусь говорить, что это там. Или о том, что там выдают Крымская область, город Севастополь. Не видели, нет? Поеду еще раз проверю. А вас пустят, вы думаете? Ну, а как? Ну, а как? Ну, вы же видели, что сына Куницына не особо жалуют. То есть его в ФСБ забрали. Где было СБУ, теперь ФСБ. Да. А у вас там дом? Я буду стараться. Да, у меня дом, семья, друзья. А что семья, что друзья? Все очень грустно и печально. Ну, расскажите же, это же интересно. Ну, у многих такая ситуация, как у меня. То есть у меня русский паспорт, крымская прописка. И, судя по всему, у нас эту прописку будут отбирать. Ну, то есть делать просто штамп в паспорте, потому что Крым уже как бы является территорией России. А я, в принципе, рассчитывала на то, чтобы когда-нибудь получить украинский паспорт. Ну, у вас теперь есть возможность такая, на самом деле? Какая? Ну, получить украинский паспорт. Или вы хотите оставить русский, чтобы ездить в Крым? Ну, я бы не хотела становиться беженцем. Честно говоря, я не знаю, как-то это не очень привлекательно. Хочется как-то попадать домой, видеть родных, друзей. А что вы говорите, грустно. То есть это на человеческом уровне они радуются, да, что они вернулись, говорят, тут смотрели видео. Это вот, кстати, как очередь за получением, ваше видео, да? Да, да, это мое видео. За получением российских паспортов в Крыму. Ну, в ту очередь, на самом деле, не было особо восторженных лиц. То есть они просто стояли, как вот, ну, вот надо, надо получить русский паспорт. Ну, то есть вынужденно достаточно, да? Насколько я знаю, сейчас уже очередь, ну, вот запись на получение российского паспорта до сентября. Запись до сентября. Ну, то есть, да, люди уже записываются на сентябрь. При этом Аксенова говорит о том, что в течение месяца нужно решиться с гражданством. И если человек не хочет менять паспорт на российский, то ему нужно заплатить 500 гривен, чтобы оставить украинский. И при этом неизвестно, какие за ним остаются права, как бы. Ну, еще и там по крупицам собираешь информацию, да, говорят, там есть какие-то разочарования у крымчан. Вот после этого сначала эйфория была достаточно, ну, картинку телевизионную обеспечили, на самом деле, насколько я понимаю. Мне тяжело говорить, поскольку фокус-группа у меня неправдивая. То есть все крымчан, которые попадают в Киев, а я знаю именно таких, они мировоззренчески, они не смотрят в сторону России, да. Они смотрят все-таки в сторону Европейского Союза и каких-то более весомых ценностей, чем танки и просто российский паспорт. Да, причем даже удивительно, что некоторые крымчане, которые вот за весь этот период Майдана ни разу не были в Киеве и не видели это все своими глазами, они все равно поддерживают это движение. Ну, то есть это значит, что люди уже давно как бы… Ну, вот захожу я на сайт обозреватель, смотрите, там читаю заголовок. «В Крыму растет всеобщее разочарование». Может быть, кому-то приятно читать? Это такое обобщение, я не знаю, но у кого-то оно растет, у кого-то падает. Что у кого растет? Я сейчас автора найду, конечно, автора нет. Ну, то есть это компиляция редакционной, на самом деле, тут если изучать, то… Это какой-то соцопрос проводился? Нет, это компиляция из разных материалов, в том числе и со ссылкой на ТСН, что вот Ольга Кунина, крымчанка, не хочет прощаться с украинским паспортом от гражданства, который говорит единственным документом на сегодня, который позволяет нам утверждать, что я – это я, есть паспорт гражданина Украины, где есть фию и на русском, и на украинском. В случае отказа от этого документа вы теряете вот эту призрачную связь, говорит юрист. Ну, это правда проблема? Что если люди, которые живут в Крыму и вынуждены поменять паспорт, захотят, например, поехать в Украину, да, работать? Как здесь их примут? Как к ним будут относиться? Ну, то есть это тоже большой вопрос, и люди немножко боятся этого момента. Ну, не знаю, как относиться. Тут на вашем месте была Маша Ефросинина, которая из Керчи. Да, и вот у меня вопрос всегда возникает. Нужно было с крымчанами говорить на каком-то специфическом языке, то есть я говорю не про именно вербализацию на русском или украинском. То есть по моему четкому убеждению, даже если говорить какие-то внятные, адекватные вещи на русском, все равно нет желания воспринимать информацию, да? Ну, это проблема медиа, поскольку мы сейчас находимся в информационной войне, да, все-таки. В Крыму всегда все смотрели российские телеканалы, читали русские новости, и поэтому, ну, как бы и привыкли это делать. Поэтому, когда начался Майдан, люди получали неадекватную информацию из Киева, абсолютно. Ну, и от этого, в общем-то, все претензии к новым властям, все эти бандеровцы, фашисты, коктейли Молота, Слава Беркута и прочие мифы, которые вот просто росли как снежный ком, и в итоге они вот вылились вот в то, что крымчане ликуют. Не, 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 не про последние события, не про последние месяцы. А вообще, в принципе, как нужно было с ними говорить? Вообще, в принципе, да. Вот как общаться? Ну, я опять же читаю много материалов, там есть впечатление, как кто-то там ехал в поезде с тетенькой, которая была тоже убеждена так, но в процессе вот долгого разговора человеку удалось убедить женщину вернуться к сыну хотя бы, поскольку она ехала от сына из Киева и сказала, что он превратился в бандеровца. Она плевалась всю дорогу, а потом в Симферополе выйдя уже сказала, да, я подумаю, действительно, зачем же такое дело. Я думаю, что очень важно говорить с людьми, ну вот по-человечески, да, не апеллировать какими-то политическими терминами, да, то есть нужно было, было бы, да, у крымчан, во-первых, нужно им задавать вопросы, очень много вопросов, потому что вот самое важное находится на глубине, когда, ну, поначалу, ну, люди, с которыми я общалась, они были очень эмоциональны, и они кричали, они вот говорили вот этими словами, там, бандеровцы и так далее, а постепенно, когда ты начинал задавать им вопросы, откуда, да, проистекает эта злость, открывались совершенно какие-то другие вещи, которые идут даже из детства, то есть, ну, от каких-то семейных корней, от семейных разговоров, ну, вот какие-то такие базовые вещи, если апеллировать, ну, вот к человеческому, да, внутри, тогда можно человека переубедить. Ну, в данном случае, вот, наверное, отношения матери и сына, все-таки это вот как раз та история. И вот думаю, нужно было бы как раз говорить с ними о... Ну, я вот Машу спрашиваю, Евросийна говорит, что меняет мировоззрение? Вот вы попадаете из Крыма на континентальную Украину, да, в Киев, в частности, вы же физически не меняетесь, вот крымчане вы. Ну, все-таки пространство, оно немножко меняет восприятие внутри. Ну, не знаю, просто у крымчан всегда было такое отношение к полуострову, ну, это полуостров, да, это отдельная абсолютно территория, они всегда воспринимали так, мы в Крыму, а Украина это, как бы, отдельно, да, то есть они всегда говорили, там, мои родственники в Украине, да, то есть они не воспринимали Крым как одну страну. Там где-то, да? Да, где-то там далеко, на континенте. Вот, может быть, стоило вести какую-то... Ну, на самом деле, вся проблема-то в культурной политике, потому что в Крыму никогда она не проводилась настолько активно, как это, там, в Киеве, во Львове, в Харькове, в других регионах. В Крыму никогда не развивалась культура как таковая. Вот, ну, там, развивался туризм, да, там, в целом мастерстве туризма. Причем такого известного крымского качества. Да, да, но опять же, это вопрос культуры. Если бы эти моменты были учтены, может быть, и туризм был бы другой совершенно. Вот, и, ну, совершенно ясно, что это был брошенный регион такой, людям не хватало понимания, вот, такой глобальности, да, понимания того, что они не отдельные, да, а они еще вместе с чем, они интегрированы в общий контекст. Вот они не были интегрированы. То есть интеграция не произошла, да, по большому счету? Украинная интеграция, да. А про евро интеграцию это вообще? Нет, я про евро и не спрашиваю. Я про интеграцию именно социальную, общественную, скорее, понимаете, поскольку, я же говорю, дело не в языке. Ты приезжаешь в Крым, то есть ты вроде бы общаешься, но Сталин в маршрутке, портрет у водителя, это диагноз, это клиника. Да, это очень странно. Понимаете? Ну, то есть в этом дело. Это вот, если говорить по Украине, ментальные изменения, то вот Ленинопад, он очень четко показал, где произошли ментальные изменения, мировоззренческие, окончательно. Да, возможно. И тут спорить... В Крыму Ленин упадет очень нескоро. Не скоро, вы думаете? Вот никогда не говори, о, пока не перепрыгнешь, не надо бежать впереди паровоза. Откуда мы знаем с вами, как оно будет? Откуда? Да. Вот у крымчан сейчас забрали право избирать, правильно? Свою власть. Вот они очень много кричали перед референдумом. Нам назначал Киев там, да, там в Севастополе, поскольку определенный статус, я не знаю, что Украина с ним не распрощалась в плане статуса. Отдельный такой регион. И вот представители там, ну это сейчас есть главы обл. администрации, которых назначают президенты. Это везде так происходит. И в Крыму так происходило. Ну я думаю, что здесь главный аргумент – это деньги. Ну то есть сейчас в данной ситуации людям уже абсолютно не важно, кто у них будет каким образом избираться. Главное, что в регион сейчас будут поступать российские деньги. Дотации. Много, много денег. Дотационные, следует подчеркнуть. Ну то есть при этом люди, ну буквально две недели назад говорили о том, что Крым кормит Украину почему-то. Крымским луком, да. Да. Вот. А теперь получается, что вот так вот. Ну посмотрим, на что пойдут эти деньги. Как, ну... А курортный сезон состоится или... Я была в Москве, разговаривала с людьми там. Я спрашивала у россиян, поедут ли они в Крым вот этим летом. Они говорят, ну а что, мы поедем. Я говорю, ну а как вам, ну не страшно вообще? Там же люди с автоматами, там вот такая ситуация непростая. Говорят, да нет, ну как бы все нормально, это же теперь российская территория. Мы поедем. А вот украинцы не поедут. Дело в том, что всегда в Крыму было больше украинцев. Ну отдыхало. Больше, чем россиян. Я думаю, что вот с этим будет проблема. Вот у меня белорусы возникли, вызывают вопросы. Белорусы тоже, да. Это интересно. Да, вот они оттуда вот туда едут обычно. И в августе не протолкнутся, на самом деле, с той стороны. Но не знаю, поедут ли они в этом году. Поскольку россияне, да, я представляю, там... Ну да, для России это еще принципиальный вопрос, как бы. Такое совпаломничество в Крым. Вы ощутите, да, на себе все прелести пьяных русских туристов, которые будут нажираться... Нажираться от радости. Много таких было, да? Очень, очень много. Весь Симферополь, весь Севастополь было просто вот этих кричащих людей. Ну, это те, кто вышел на улицу. Да, и открыли накричали, тагил, там, что-то, ну... Даже так, да. Размахивали дубинкой. Да. Можем поздравить с этим всем, но на самом деле никогда не надо терять надежду и вести диалог, как говорите, вот почему меня это интересует, да, это как, о чем с людьми говорить. Если есть возможность еще поговорить, да, это надо делать в любом случае. Да, но вопрос, там, какой-то войны, да, отвоевывания территории насильственными методами, я думаю, вообще абсолютно неуместен, потому что, ну, я знаю, почему украинская власть не стала давать отпор и не давала команда военным до последнего. Я думаю, что это было сделано еще потому, что власть слаба и неустойчива. Если бы она начала эти действия, даже несмотря на, ну, какой был бы исход, их бы все равно обвинили в том, что, ну, они пошли на эти жертвы. Но все-таки небесная сотня, она очень сильно сказалась, да, на общественном сознании. А если бы началась война, это была бы не сотня, а тысяча, несколько тысяч. Я думаю, что просто новому правительству это не простили. А вот фактор татар, крымских татар, о нем кто-то думает, вообще понимают? Ну, кто-то думает же. Нет, ну, просто там есть наш коллега Осман Пашаев, который работает в Крыму, создал открытый крымский канал, и который там включался для телеканала Интер. Мы видели это видео, прекрасное общение потом, после того, как камера выключена, думали, камера выключена, а стрим-то продолжался. Ну, я не видела это видео. Не видели, но там достаточно специфичное такое общение. Они сначала орут, потом, ну, подожди, давай разбираться, ну, что ты это, ну, так, ну, так, как-то вот так они, да, странно. Ну, Осман еще известный, конечно, юморист, написал заявление в милиции сначала на украинском языке, на бланке русском, а потом на крымско-татарском латинице. Ну, крымские татары — это довольно большая сила, и, ну, то, что сейчас у них происходит, там же образовался некий такой раскол, да? Ну, вот господин Куницын перед вами был в студии, говорил, что раскол не образовался, очень хитрое заявление сделали, пока Мустав Аджамилев отсутствовал, что они предлагают, они требуют 33% присутствия во всех органах власти. Ну, тем не менее, их обвиняют в том, что они, в принципе, пошли на этот сговор с новой крымской властью. На какой? Что априорио, как бы они этого не признают. А кто им дал 33%? Уже дали во всех органах власти? Ну, а кто знает, какие были договоренности? Мы же не знаем этих кулак. Не знаем, посмотрим, как оно все сложится. Ладно, Кать, будем вас отпускать. КОНЕЦ